Турнир Евро 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат пришлось перенести в марте из-за вспышки COVID-19. Новый список принимающих городов был утвержден исполкома Муэфа 23 апреля 2021 года. Турнир состоится в 12 европейских городах. Матчи группы А, Италия-Швейцария, Турция, Уэльс будут сыграны в Риме и Баку. Баку примет три матча группового этапа Уэльс-Швейцария, Турция, Уэльс, Швейцария, Турция и один четвертьфинал 4 июля. Уэфа раскрыл детали церемонии открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сообщается, что виртуальное выступление Мартина Гаррикса, Бона и Эджа с использованием новейших технологий позволит болельщикам полнее ощутить долгожданный старт турнира. Евро 2020 в Баку откроет игра Уэльс-Швейцария в группе А, которая начнется в 17 часов ровно на Бакинском Олимпийском стадионе. Судьей будет французский арбитр Клеман Тюрпен. Российских футбольных комментаторов Михаила Масаковского и Константина Генича не пустили в Азербайджан из-за незаконного посещения Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Как передает ДАИАС, Масаковский прокомментировал отказ выдачи аккредитации для работы на Евро 2020 в своем телеграм-канале. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву, написал Масаковский. Спортивный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о запрете сотруднику телеканала Матч ТВ Михаилу Масаковскому освещать матчи чемпионата Европы 2020 года из Баку. По его мнению, коллеге не стоило нарушать законы той страны, в которую он собирался ехать. Миша Масаковскому мои сочувствия, но он знал, на что шел. Подытожил журналист. Все правильно, как говорится. Любишь кататься, люби и саночки возить. Российский комментатор Матч ТВ Константин Генич сообщил сегодня о том, что ему пришел отказ в аккредитации на Евро 2020 по причине блокировки Азербайджана. Как написал Генич в своем телеграм-канале, сегодня он получил письмо от УИФА, где написано, что он не прошел проверку и в аккредитации ему отказано. При этом он сообщил, что до этого ему поступил звонок из Азербайджана. Задавались вопросы о его незаконном визите в Нагорный Карабах, на которые комментатор отказался отвечать и извиняться тоже не захотел. Генич посещал оккупированные, а ныне освобожденные территории Азербайджана в 2009 году для участия в футбольном турнире журналистов. Его имя входит в черный список МИД Азербайджана. Теперь комментатор надеется, что его вопрос решится так же, как в случае с другим комментатором МАЧ-ТВ Нобелем Арустамяном. Напомним, ранее Азербайджан заблокировал аккредитацию Арустамяна, который неоднократно нарушал законы Азербайджана, посещая оккупированные, а ныне освобожденные территории, без разрешения Азербайджана. Позднее УИФА все-таки выдал аккредитацию армянскому комментатору, запретив ему ехать на Евро-2020 в Баку. Этого Азербайджан и добивался. Помимо этого, в пятницу по прилету в Баку, на границе, был остановлен другой комментатор МАЧ-ТВ Михаил Масаковский. Он посещал Нагорный Карабах в 2014 году и, как и Арустамян, и Генич, также в списке персон Нонграта. Масаковскому пришлось улететь обратно тем же рейсом.